Поэтому, собственно, я мечтал несколько жить в ином государстве и влиять на это государство с точки зрения правильного его построения. То есть в рамках именно Советского Союза. Каким-то образом уже сформированы не то чтобы мечты, а дело, которым я хотел заниматься уже, наверное, когда так оказалось, что на короткий период Беларусь все-таки пошла вместе с цивилизованным миром. Потому что в какой-то период нас перестали вести вместе туда, куда идет цивилизованный мир. А вот на короткий период, вот в этот период я понял, что мне очень хочется формировать системы поддержки среднего класса. То есть в каком виде? Сначала это были какие-то отдельные компании смешного названия типа «Общество содействия бизнесу и коммерции», коим, которым я был директором. Потом это была идея инвестиционного фонда, не имеющая возможности быть реализованной в Беларуси. Потом это вылилось в работу в банке с клиентами малого и среднего бизнеса. Но до сих пор она не реализовалась, потому что банк-то, собственно, чем хорош? Тем, что у него основной клиентский сегмент – это малый и средний бизнес. И мы все-таки этим занимаемся. Но сказать, что вот система выстроенная, она очень классная – нет. Потому что, к сожалению, в Беларуси 70% все-таки принадлежит госсектору, а не малому и среднему бизнесу. Вот моя мечта сейчас все-таки приложить решилие, чтобы стало, как везде, в обратной пропорции 70% малому и среднему бизнесу, а 30% только уже государственному и крупному компанию. Я три года сражался, ходил в суды, неоднократно получал угрозы со стороны должностных лиц Белгоспромбанка, которые мне указали на то, что, имея большой административный ресурс в городе Минске, они меня сметут, не дадут возможности победить в суде и так далее. Я не сдавался, обращался к правоохранительным органам с целью мне, так сказать, заткнуть рот. Один из сотрудников Белгоспромбанка мне явно заявил на приеме, что надо стоять в столе ровно, когда тебя стригут. Шантаж и хамство – это все, что знает гомельский бизнес об уже прошлой команде местного филиала Белгоспромбанка. Предпринимателей в открытую называли овцами, чье дело помалкивать на стрижке. Это Станислав, некогда управляющий супермаркетом «Максима», кафе «Зубрёнок» и детским центром в Гомеле, плюс уникальные пекарни в Новобелеце. По словам предпринимателя, все было отжато и передано банком за бесценок близким людям. Слава богу, что 90-е годы еще не вернулись, но мы, я так понимаю, уже были на пороге возврата. Все это время, когда шла борьба, заведение работало, заведение производило продукцию, давало рабочие места, платило налоги, радовало жителей и гостей города Гомеля. Но, к сожалению, в феврале этого года Белгоспромбанк, все свои гурьбой, назовем это так, в другом я не назову, вероломно взломали замки и просто поменяли, и не дали нам дальнейший доступ в данное помещение. И вот сегодня уже июль месяц, и получилась такая интересная ситуация, что я как директор предприятия остался и без основных средств в виде советской 19 помещения, да, ну, с огромнейшими долгами. Успешный бизнес ломали на взлете по классической схеме. Сначала кредит в залог имущества, затем в самый сложный момент блокирование счета и заморозка строительства. Затем перекредитование под шальные штрафные санкции. А это уже кабала и прямая дорога к банкротству. Вдумайтесь, под основной долг в 2 миллиона 800 тысяч долларов и проценты 550 тысяч, банк насчитал пеню в размере 6 миллионов 700 тысяч долларов. В два раза больше основного долга. На языке рейдеров это называется удавка. Известна дата начала рассмотрения дела Белгазпромбанка. Верховный суд Белоруссии приступит к разбирательству 17 февраля. Бабарико возглавлял Белгазпромбанк последние 20 лет. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе учреждения действовала преступная группа, которая выводила деньги за границу. Бабарико также обвинили в уклонении от уплаты налогов и взяточничестве. Вместе с ним привлекли шестерых топ-менеджеров. Все они признались и заключили досудебное соглашение со следствием. Исключение Бабарико. Он считает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Вот смотрите, вы у себя на Фейсбуке еще 12 мая спрогнозировали, как вы сами говорите, со стопроцентной уверенностью, что ни Бабарико, ни Цепкало не будут зарегистрированы. И вопрос можно решать только революционным путем, через массовые протесты. У вас так написано. Через массовые протесты, забастовки, то есть через влияние улицы, по большому счету. Если вы настолько были тогда уверены, в какой момент появился план Б, план объединения штабов? То есть получается, что, несмотря на вашу уверенность, этот план озвучен был позже, но он, выходит, обсуждался? План объединения штабов вышел на повестку после нерегистрации двух основных кандидатов. Вы же математику помните, да, прекрасно? Алгоритму. Да, нет. Если нет, то да, нет. Ну, идет разветвление соответствующее. В какой момент это появилось? Это был экспромт или вы готовы были к такому развитию ситуации? Ну, я исхожу из вашего поста. Исходя из моего поста, я говорил, что в том числе возможно влияние соседнего государства, да, имея в виду Россию. Там был тоже этот немаловажный пункт. Что касается плана объединения штабов, может, он и был, но об этом никто не знал. Он, этот вопрос вышел на повестку только после того, как не зарегистрировали Виктора Дмитриевича и Валерия Вильямовича. То есть вот как только это произошло, вам сразу обозначили, все, теперь план такой. Да, всем активистам, всему активу обозначили. Теперь план объединения. До этого они не предполагали, что их не зарегистрируют, веря в качество собранных подписей и веря в качество набранных команд. Однако и с политическим опытом, и с команд не было практически никого. Ну, это всегда играет свою роль. У себя на этих заседаниях штаба вы распределяли роли между командами? Ну, представьте, как я себе представляю, я могу позволить спрогнозировать, да, или порассуждать. Сторонники Бабарыка заводят творческую, экономическую интеллигенцию, да. Цепкановские – это госаппараты и IT. Ну, я так предполагаю. А Тихановские, исходя из активистов, которые входили в его команду, среди которых там было полсотни осужденных и более десятки рецидивистов. Вот это улица. То есть вот так распределялись роли? Или это априори подразумевалось? Это получилось, ну, со стороны вот тех, кто не знает, да, а те, кто знают, они, наверное, не скажут, но со стороны это получилось как-то само собой. То есть Бабарыкинский, Цепкаловский, Тихановский, да. Позже уже на улице присоединились анархисты, да, и криминал. И получилось пять групп. Но, допустим, чтобы вы понимали, в штабе была полная дезорганизация с нашей точки зрения, с точки зрения полевых работников. Потому что Тихановских сразу под себя взяла статусная позиция. Они сразу же через дорогу перебежали к Лебедьке Анатолию Владимировичу, туда, в Кукурузу. И он вместе с Козловым, ими уже не скажу, что рулил, но каким-то образом оказывал воздействие. Цепкаловские вообще сидели на Скорыны. То есть они больше были завернуты, такое слово интересное, на IT. Бабарыкинские, это и венщики. То есть кто ими управлял, объединял со стороны, визуально это не было видно. Складывалось впечатление, что все действовали несинхронно. Несинхронность доходила, например, до такой степени, допустим, Тихановской надо подать было восемь заявок. В разные исполкомы. Мы готовим автомобили. Я звоню, прошу людей подъехать, с работы выцепливаю. На Харужей стоит восемь автомобилей, от Тихановских никого не пришло. Оказывается, они все уже у Лебедьки. И Лебедька им задвигает речи. И показывает направление, куда двигаться. То есть вот так примерно выглядела работа каждодневной штаба. Но тем не менее, со стороны, со стороны. И как я вижу сейчас, было видно, что все равно кто-то незримый этим управляет. Потому что иначе все бы разбежали. Президент уже упоминал сценарий андежанский. Еще раз повторяю. Вы готовы взять на себя ответственность за учебность? Это не я готов. Это если кто-то готов взять ответственность за пролитие крови, он будет нести... Не я говорил, что я буду расстреливать людей. И вот вы представьте себе на самом деле... Но привести их под пули. Это не часть ответственности. Еще раз, обратите внимание на то, что я сказал. Если 3,5 миллиона людей... Да, вы к ним присоединитесь. Я даже не присоединюсь. Я как лидер готов возглавить их решение. Но их решение. Решение 3,5 миллионов людей. Наверняка среди 3,5 миллионов избирателей, если они у вас будут, найдутся люди, которые захотят выйти на площадь, потребовать пересчета, например. И здесь у меня возникает следующий вопрос. Вы начали кампанию с того, что вы сказали, что будете действовать строго в рамках белорусского закона. В рамках белорусского закона... В рамках белорусского закона не укладывается выход на площадь. В рамках белорусского закона не укладывается обман. Безусловно. Раз так, тогда, извините, пожалуйста, в рамках следующего применения или восстановления торжества закона обязанность каждого гражданина. Вы готовы нарушить сегодняшнее... Нет, еще раз, обратите внимание. Когда мы видим... Вот можно приведу пример простой. Когда мы видим человека, совершающего преступление. Как вы думаете, что должен я сделать, как ответственный гражданин, когда я вижу, что это совершается преступление? Безусловно. А. Сообщить, либо попытаться не дать этому преступлению быть совершенным. Вот, например, у меня там была история совершенно простая. У меня в деревне было поле с галлюцогенными грибами. Интересно. Разговор поворачивается. И вот туда периодически приходили люди, которые там по осени, когда вырастали грибочки... За приключениями. Да, за приключениями. Нет, за средством для приключений. Меня это сильно удивило. И первое, что я сделал, узнав, что это сильно, я позвонил, естественно, в участок. И сказал, ребята, беда есть такая. И мы общими усилиями прекратили эти хождения, решив эту проблему. То есть я, как ответственный гражданин, должен пресекать... Продолжая вашу метафору, мне кажется, что в случае с выборами, милиция или участковая, которым вы позвоните, скорее будут не на вашей стороне. Это ваше предположение. А в моем предположении я считаю, что когда все узнают и увидят, что совершается беззаконие, что отдается преступный приказ. У нас есть конституция, где очень четко сказано, в каких случаях может быть применено оружие. И когда его делать нельзя. Это делать нельзя против безоружных граждан. То есть почитайте там, условно говоря, законодательство. И там четко написано. Под флагом присягали мы родине своей, присягу никогда не предадим. И в боевых порядках уже который день на площадях и улицах стоим. А улицы по-прежнему родные. И оттого так больно понимать, что появились люди здесь такие, готовые за деньги все продать. Ни шагу назад, время выбрало нас. Ни шагу назад, мы ОМОН, мы спецназ. Ни шагу назад, уже развеет сады. И мы, Беларусь, погубить не дадим. Звериный лик толпы, насилие, беспредел. Все это уживый ветер перемен. Под бело-красным флагом, лишь слезы матерей. Разруха, нищета и беспредел. Угрозы, оскорбления и даже гнат камней. Бойцов ОМОН ничем не запугать. За Беларусь, за будущее родины своей. Мы будем до последнего стоять. Ни шагу назад, время выбрало нас. Ни шагу назад, мы ОМОН, мы спецназ. Ни шагу назад, уже развеется дым. И мы, Беларусь, погубить не дадим. Ни шагу назад, время выбрало нас. Ни шагу назад, мы ОМОН, мы спецназ. Ни шагу назад, уже развеется дым. И мы, Беларусь, погубить не дадим.